Физкультурно-оздоровительный комплекс «Селена» распахивает свои двери. Огудневцы задают темпы в спорте. В поселении открылся физкультурно-оздоровительный комплекс. Долгожданное событие для юных спортсменов и тех, кто регулярно поддерживает здоровье, вне зависимости от возраста и уровня подготовки. У этих мальчишек из местной футбольной команды от счастья светятся глаза. Играть в любимую игру они могут теперь в любую погоду. С особым чувством благодарности хочу сказать спасибо вашему главе Николаю Алексеевичу Сорокину за то, что он вместе со строителями, вместе с немнодушными людьми вложил все силы, вложил финансы для того, чтобы построить такой прекрасный проект. Строительство ФОКО велось по госпрограмме «Спорт Подмосковья», муниципальной программе «Спорт» в сельском поселении Огудневская и двум партийным программам «Единой России» – «Здоровое будущее» и «Детский спорт». Сегодняшний день для вашего поселения станет знаковой мехой в развитии спорта, в развитии активности населения, в организации активного образа жизни для всех абсолютно возрастов. 3000 квадратных метров пространства для занятий спортом. Главный универсальный спортивный зал имеет площадь 700 квадратных метров и трибуны на 300 болельщиков. Такие условия позволяют принимать соревнования областного уровня. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Огуднево располагает всеми необходимыми атрибутами для занятий спортом. Это и тренажеры, и груши для борьбы, и самый настоящий ринг. Огромное пространство, не считая того большого зала, практически в 700 квадратных метров, рядом, вот за этой стеной. Мы сейчас находимся в универсальном спортивном зале, который может принимать такие виды соревнований, как по мини-футболу, волейболу, баскетболу. Также у нас есть тренажерный зал, и зал единоборств, и фитнес-зал. Базовый вид спорта – это футбол. Также развиваем легкую атлетику, гиревой спорт, по которому становились неоднократно чемпионами района. В новое помещение переехал физкультурно-спортивный клуб «Селена». Оценили возможности ФОКа почетные жители Огудневского и ветерана Щелковского спорта. «Очень хотелось бы, чтобы как можно больше желающие приходили сюда. Я думаю, что все, независимо от своих спортивных, больших, независимо от своего возраста, все начали на себе занять». Заслуженный мастер спорта Советского Союза по легкой атлетике Владимир Сикорский подарил главе поселения Николаю Сорокину раритетный вымпел. «Сегодня этот физкультурный комплекс я хотел бы, чтобы стал нашим оплотом подготовки сильных наших русских людей, жителей сельского поселения сегодня. От садика до взрослого человека». Николай Сорокин и генеральный директор строительной компании «Кельма» Вадим Шеверда вручили символический ключ хозяевам комплекса. «Очень нравится, записался на бокс, хочу добиваться, достигать успехов. Открываю для себя новые виды спорта. Я очень рад тому, что в нашем селе появился такой замечательный комплекс». Первая половина дня ФОКИ предоставлена школьникам для занятий физкультурой. Школа расположена в 50 метрах. После обеда универсальный зал превращается в площадку для игры «Флорбол». «Дети могут заниматься всеми видами спорта, которыми они хотят, потому что здесь действительно этого не хватало. Спасибо большое». «У меня здесь сын, секция боксом занимается, только что выступал. Будут секции для развития спорта, занятия молодежи. И это главное, это хорошо». В ближайшее время в ФОКИ будут созданы группы здоровья и фитнеса, получат развитие массовый спорт. Наверняка будут и рекорды. К этой вершине угодневцы терпеливо шли 10 лет. Михаил Налётов, Валерий Жеглеев, телерадиокомпания «Щёлково». У меня получилось. По yol Blindлях москва везде удал Book, москва disputespatель meiner про vai-прощ喚グляхе,